Ева, мы служим. Вот, подумайте, и свою мозговую активность запустите. В бассейне есть две трубы. Из одной трубы вся вода вытекает за три часа. Из другой трубы за пять часов. Если открыть обе трубы, за какое время вытечет вся вода в бассейне? Ой, Виталик там. Целую формулу, что-то там думал, думал, говорит, ну вообще. Но я слышала, что порой те, кто задают такие задачки, ну, как бы они сами не знают ответа на них. Может быть, ответа такого прямого и нет. Просто они хотят увидеть, как человек, может быть, размышляет, как он логически строит цепочку, как он думает, как он выходит из ситуации, из положения, и как он решает какие-то проблемы. Хотят увидеть, как человек в действии принимает решения. Вот мне интересно, как бы вы ответили на такую задачку про вот эти трубы и бассейн. Напишите в комментариях, мы с Виталиком будем читать, там прям вообще интересно, кто что думает на эту тему, у кого какие предположения, решения. Пока новостей, ну как, новостей много, и работа идет, и очень много подается резюме, очень много звонят, пишут сейчас. Но, знаете, очень много такого, можно сказать, спама. Когда ты вроде пишешь одно, что ты хочешь, да, ты пишешь свою профессию, ты пишешь свои эти навыки, а тебе пишут там, вместо там тестерской работы присылают, и девелопер, и все-все-все, что надо, что не надо, что ты как бы и разработчиков. Ну какой разработчик, да, ну люди, иногда, особенно рекрутеры, они не особо читают, просто закидывают, закидывают, закидывают этими, и столько этих писем. И чтобы из этого вот этого всего, кроме того, что, ну, из того, что вы высылают тебе письма на LinkedIn, на email, на, где же еще, MonsterDice и так далее, кроме того, что там присылают, надо разгрести это все и выбрать, и зерно какое-то подходящее, еще нужно лазить на тех же самых сайтах, да, и выбирать еще самим самостоятельно профессии, которые действительно подходящие для нас. Спросили вы, этот, снимать по поводу, как, про поиски работы, вот это все. Расскажу немножко, ну, уже немножко рассказала, еще дальше дополню, что мы заметили, что отметили для себя. В основном я занимаюсь этим, пока Виталик там подрабатывает где-то что-то, я еще сижу на компьютере, кидаю, 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 кидаю резюме, плюс отвечаю на тех, что уже нам откликнулись, и, в общем, я этим... Короче, я Виталика продвигаю конкретно, чтобы он сейчас пока не настал вот этот период осенне-зимний, никогда не будет работы ни по кондиционерам, ни где вот-то не было, будет так, ну, глухо будет. И поэтому надо вот сейчас ему поменять работу, надо поднапрячься, чтобы у него была хорошая работа, чтобы он заменил ее и уже стабильно работал. Потом уже как бы посмотрим дальше, что делать. Надо Виталика сейчас пристроить, я его продвигаю. Я его этот, как это было, продюсер, короче. Ну, не совсем подходит, но, в общем, вы поняли меня. Я этим занимаюсь, чтобы его устроить на работу, на хорошую. Вот, я для себя отметила, что я смотрю, здесь требования в Silicon Valley, чтобы на простого тестера, даже на ручного, на black box testing, нужно такие знания, нужно программирование, нужно всякие там JavaScript, C++, короче. А в регионах других попроще, ну, подальше отсюда, попроще к этому относятся и попроще требования. Мы приехали в Митчелл парк. Тут снимали вам, тут большая территория, мы там снимали в детском парке, да, красивом. А сейчас мы приехали с другой какой-то стороны его, этого парка, и тут, да, library, это библиотека. Девочка, чуть-чуть в сторонку. Мы приехали в библиотеку, и теперь мы будем искать очки для солнечного затмения, потому что послезавтра у нас будет солнечное затмение, и завтра и послезавтра они будут работать в library. Да, сейчас мы покажем вам со стороны, может, немножко внутри поснимаем. У нас есть видео про библиотеку американскую, это в Сан-Диего мы снимали. Я в конце видео сделаю ссылку на него, можете нажать посмотреть, как выглядит внутри библиотеки. Ну, если удастся, может, и здесь немножко поснимаем. Вот такая территория, вот там поля для тенниса, вот там сам парк. Видно, да, на велосипедах, там игры разные играют, спортивные. Ох ты, машинка какая побитая. Это находится в Пала-Алта, город Пала-Алта. Недалеко от нас. Соседний городок с Mountain View, с Los Alpes. Вот такие уютные кафешки. Девочка, садись, сфотографирую тебя. Вот такие вот птички, да? Кто это? Это совы. Совы. А вот непосредственно вход в лайбрари. В лайбрари. В библиотеку. Вот как сделано красиво, видите? Можно, видите, оставить книгу просто, которую взяли, книгу, диск или что-то, просто положить. Это, видите, вернуть в Returns. Комьюнити-центр. Там мы еще внутри не были. Потом, может, посмотрим. Сейчас идем в библиотеку. Два этажа даже. Большая библиотека. Ту библиотеку, которую снимали в Сан-Диего, она была намного меньше. Здесь вот можно задать свои вопросы. А здесь вот тоже можно сделать это самостоятельно. Чтобы зарегистрироваться, нужно доказать адрес, что относитесь вы к этой местности, что проживаете здесь. Достаточно проверить права. То есть она посмотрела права, мы записали свой адрес, фамилия, имя. И вот нам дали карточку. А это детский уголок. Детские книжки здесь, да, Евочка? Вот детки могут сидеть, почитать, взять книжечку. Вот есть такие подставочки, да, чтобы детки могли достать книжку себе. Такие табуреточки. Вот такие еще места есть. Видите, можно посидеть за столиком. Видите, тут есть даже на русском языке. Вот интернациональный Маша. Это А, это диск. Диск, да, вот, на русском языке. Бабка Ёшка и другие Аленушки. Приключения Аленушки, Илья Муромец. Наверное, и книжки есть. Потому что в Сан-Диего были русские книжки. Просто мы еще сейчас, здесь еще не дошли, видимо, до полок с русскими книжками. Тоже на разных языках книжки. Это на таком языке. Да, наверное, на китайском иероглифе. Вот и на русском языке. Кому что снится. Стихи Елена Благинина. Вот и вот получается. Да, вот это вот. И нижняя, и вот эти полки. Три полки неполных на русском языке. А вот смотри, Евочка. Интересная у меня хочу. Большая собачья книга. Интересная? О, Корней Чуковский. Сказки. Моя первая книжка. Это тебе маленькая. Вот тут и поищи, мне кажется, Евочка. Папа, папа, я хочу это только читать. Покажи, какую ты выбрала. О, большая кошачья книга. Любишь каушек, да? Да. Ну иди в креслице. Я тебя сфотографирую. Можно? Да. Есть даже взрослые диски для взрослых. Ну, не для детей. На русском языке. Да, вот тут, тут. Дальше уже на английском. А, нет, вот тоже есть. В общем, порядочно фильмов можно выбрать на русском языке. Хотя нам незачем, конечно. На разных языках, в общем, не только на русском. На русском у нас есть с собой привезённые наши любимые фильмы. Так что мы здесь и соберём в библиотеке, но на английском. Так что мы здесь и соберём в библиотеке.